всем здрасте это струнадер и сегодня будет небольшая серия про усилитель пиве 6505 плюс огромный большой комбарь значит как видно пиве и как видно 6505 плюс включается кнопкой повер оп и зажигается красивая такая надпись вот усилитель в принципе конечно такой специальный и наверное для тяжелый тяжелых стилей такой хайгейновый вот но имеет большому счету два канала плюс всякие значит штучки сейчас мы попробуем все эти положения посмотреть усилитель мне заказали вот он приехал мы его сейчас протестим и отдадим заказчику вполне себе приличный недорогой аппарат с пивеевским значит вот таким характерными делами вот собирается у китая сделан естественно дизайн сша разработка штатовская пивеевская вот поэтому собственно и стоит он не очень дорогу для вот репетиционной точки для тяжелых стилей вполне себе нормальный аппарат в пределах там 30 тысяч рублей отличная машина на мой взгляд так ну что попробуем да вот включить мы до играть я буду на yamaha sg-45 потому что моего заказчика тоже там две гитары у него есть телек и yamaha sg-1000 но вряд ли он на телеке будет шпиндюрить вот в этот самый пивей вот скорее всего на yamaha поэтому я тоже взял ямаху и сейчас попробую так включаем значит мы его включили так стендбай включаем вот и Ну, в принципе, чистый звук такой. Ну, скажем так, средней паршивости, потому что, в общем-то, усилитель-то сделан, конечно, не для этого совершенно. И ждать от него, что он будет звучать, как, например, P-Way Classic или Classic там, P-Way Classic 30 или там P-Way Classic 50 или вот классические P-Way такие винтажные, это странно было бы весьма, потому что, конечно, усилитель больше сделан для гейну и еще больше для хай-гейну. Поэтому с чистого канала мы сейчас по-тихому сбежим, да, и, значит, в чистом канале, который называется «Ритм», есть кнопочка под названием «Хрянч». Вот сейчас мы ее включим, и там уже пойдет такой типа «Овер». Оп. Сейчас. Опять же, «Пред и пост». Сейчас мы попробуем настроить такой типа «Овердрайв». «Овердрайв». Ну вот, уже так появляется нечто такое правильное. В канале, в чистом и в канале «Лид» есть еще две крутилки дополнительные под названием «Презенс» и «Резонанс». Вот сейчас мы находимся в чистом канале с кнопочкой «Включенный хрянч». Сейчас покрутим, значит, ну, «Презенс» понятно, добавление там высоких частот, поярче, чтобы было, да. Вот сейчас мы его выкручиваем. «Презенс» на максимум. Оп. Так, сейчас поставим по центру и посмотрим, что такое «Резонанс». Значит, «Резонанс» сейчас на нуле. «Резонанс» на максимуме. Ну, он добавляет низов немножко, так, более гулкий получается звук, да. Вот сейчас я добавлю и того, и другого. Вот. Ну и на более свирепом драйве в канале «Лид» тоже эти две крутилки присутствуют. Ну что, я думаю, пора включаться теперь в канал «Лид». Делать это вот так. Оп. И, собственно, наверное, вот сейчас будет то, ради чего этот усилитель был сделан. Опять же, кнопки «Пре», то есть «Предусиление» и «Пост» — это, собственно говоря, громкость. Аквализация и вот эти крутилки «Презенс» и «Резонанс». Вот здесь они находятся. Ревер. Он общий на оба канала. Так, сейчас мы что-нибудь такое посвирепее. «Пост» сделаем потише, а «Пресс» сделаем побольше. Вот канал «Ритм». Вот канал «Ритм». И вот канал «Лид». «Ритм». 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если аквализация еще поиграть, то можно добиться еще больше каких-то таких результатов по части порчения нормального гитарного звука. Сейчас попробуем. Я хайгейн как класс не очень понимаю, зачем все это надо, но я так понимаю, что середину надо убирать к чертовой матери, на максимум низы и на максимум хай, и тут резонанс и все вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Жуть! Так, надо еще ревер прибрать. Сейчас приберем ревер. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Основная как бы моя задача была, на мой взгляд, самому понять, зачем нужно вот такой прибор, и в чем его там плюсы и минусы. В общем, мне кажется, я это понял, и, на мой взгляд, за вот такую невысокую, в общем-то, цену, я еще раз говорю, то есть в районе там, ну, 28, там, бывает, 27 тысяч ре, такой аппарат для любителей там, вот, соответствующей музыки, да и бонез, да еще флой, да и да там струны потолще, и все вперед. Вот. На этом прощаюсь. Посмотрели усилитель PVA6505. Хороший усилитель и плохой, судите сами. По-моему, для своих дел, для вот таких вот хайгейновых штучек, по-моему, вполне себе очень добротная машина. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...